Приветствую, друзья! После относительного успеха Allegra Mini компания KiwiEars взялась за про-версию этого же устройства. В результате мы, к сожалению, утратили поддержку гарнитурного блока, однако получили три режима работы с соответствующей световой индикацией и целых 170 мВт мощности на балансе. Да, теперь выход на 4,4 мм намного мощнее обычного, и стал действительно балансным. Внешне же, как видите, почти ничего не изменилось. О нём сегодня и поговорим. Поехали! Коробка тут предельно простая, с указанием поддержки DSD до DSD-128, PCM до 32 бит 384 кГц, а также наличие аж двух фирменных чипов ESS ES9603. Но это касается лишь усилительной части. Относительно же самого конвертера всё так же нет никаких данных. Внутри был только сам девайс, без инструкции и каких-либо комплектующих. Корпус у Allegro Pro полностью металлический, со встроенным Type-C штекером, кнопкой переключения режимов, светодиодом и двумя выходами на торцах на 3,5 и 4,4 мм джек. Последовательные нажатия на кнопку меняют цвет индикатора и предлагают нам настройку для игр, музыки и кино. Так его реально можно использовать, поскольку задержки звука я в нём практически не заметил. Потребление с появлением усилительных блоков увеличилось почти в два раза. У Mini это было 0,15, а у Pro стало 0,33 А. В любом случае это просто невероятно малое значение. А вот громкость и прямо скажем стало с огромным запасом. Ну и драйверы здесь естественно не нужны. Все измерения я проводил в 24 бита 96 кГц с каждого из выходов на АЦП Иванда Космос. В результате получил довольно скромные результаты даже на фоне младшей версии. АЧХ, как видите, заметно ослабевает ниже 100 Гц. А заявленные нам режимы работы не что иное, как обычные пресеты эквалайзера. Причём лучшее из них это когда индикатор вообще погашен. Зато полка шумов просто выше всяких похвал, как и динамический диапазон. Гармонические искажения здесь составляют около 0,01 процента, или минус 87 дБ, что ещё более-менее. А вот интермодуляционные добивают аж до минус 60 дБ. На 3,5 мм всё чуточку проще, но в целом примерно то же самое. Для геймеров, киноманов или какого-то неприхотливого меломана, полученных результатов конечно достаточно. Однако, так сказать, не мечта. На слух Allegro Prom примерно соответствует мини, только гораздо мощнее, а значит чище, чётче, техничнее, с лучшим разделением и скоростными характеристиками. В остальном он ровно такой же масштабный, весомый, выразительный и довольно таки музыкальный. Никакого тумана больше нет, но звучание так и осталось простым и не особо радующим своей динамикой. Это без сомнения лучше излишне яркого EPS TP35 или легковесного Blon V1, однако по басу аппарат проигрывает как им обоим, так и версии мини. Какие-то серьёзные наушники брать к нему нет никакого смысла. Хватит и всяких бюджетных решений. Ну а по стилистике подойдёт что угодно, не сильно требовательное к массе и количеству низких частот. То есть качание баса или раскатов грома с ним, к сожалению, не прочувствуешь. А так добротная лошадка, брал его с собой в поездку, со всеми задачами справился на отлично. Еще к плюсам отнесу очень низкую задержку сигнала, возможность на лету переключать просеты эквалайзера, относительно скромные габариты и естественно всеядность. Он с легкостью подцепится почти ко всем современным устройствам. Ну и чтобы не расшатывать коннекторы, удобно, что встроили мною любимый разъём Пентакон. Причём, в отличии от мини, он здесь и правда балансный. Кушает аппарат изумительно мало, да и слушать на нём можно почти что угодно. Не что-то прямо аудиофилское, но как для обычного меломана вполне нормальный девайс. Итогом мобильный ЦАП Кивирс Олегро ПРО удобен, компактен, очень мало кушает, довольно-таки мощный, с разъёмом на 4,4 миллиметра и аж тремя типами настройки под игры, кино и музыку. По измерениям рекордов он явно не бьёт, по звуку тоже довольно-таки простой, зато работает почти без задержки, ну и свою функцию прекрасно выполняет. А это уже, на мой взгляд, немало. В поездках прямо, друзья, ну то, что надо. А у меня на этом всё. Это был мобильный ЦАП Кивирс Олегро ПРО. Не забывайте про группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подпишитесь. Всем, друзья, добра. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok